Русскую песню по праву называют младшей сестрой молитвы. Об этом почти в каждом выступлении участников конкурса «Поющая Россия». Галконцерт состоится в День народного единства. Всероссийский конкурс «Поющая Россия» проводится в Ульяновске с 2014 года. Он направлен на сохранение русской культуры, обычаев и традиций русского народа, сохранение русского языка, укрепление межнационального согласия, воспитание патриотизма, гражданственности и духовности. За несколько дней до финала состоялось прослушивание участников конкурса. В этом году мы проводим восьмой всероссийский конкурс исполнителей русской песни. Приехало очень много участников, более 16 субъектов Российской Федерации. Из них пять консерваторий представили своих учеников, представителей. Это очень высокий уровень, достойный. В составе жюри профессиональные исполнители русской песни и преподаватели ведущих музыкальных учебных заведений. Уникальность конкурса в его номинациях. Сольное пение должно состоять из трех произведений. Духовный стих или колыбельная песня, народная песня Ульяновской области или родного края, русская народная песня или авторское патриотическое произведение. Мы очень рады, что с самого разного возраста исполнители участвуют в нашем конкурсе. И рады, когда очень много участников. Вот сейчас их мы еще не полностью сосчитали, потому что есть очень многочисленные ансамбли. Ну их, наверное, около 400. Это, в общем-то, крупная цифра. Приезжих гостей только больше 100. Ансамбль народной песни «Наигрыш» из Ульяновска не первый раз принимает участие в конкурсе «Поющая Россия». Для вокалистов и преподавателей коллектива это стимул для творческого развития и роста. Мы ежегодно принимаем участие в данном конкурсе. И для нас это является, как говорится, и стимул. И плюс, ну вообще конкурсы нужны для того, чтобы, как говорится, во-первых, продолжаем традиции, изучаем корни и поем песни о своей Симбирской и Ульяновской области. 13-летняя Влада Черкасова несколько лет поет народные песни в ансамбле «Наигрыш». Шестикласснице нравится выходить на сцену и дарить зрителям радость от встречи с русским народным творчеством. Есть и такое ощущение, как вообще все забываешь, все забываешь. И очень радостно, наслаждаешься этим всем. Церемония награждения победителей и гала-концерт состоится 4 ноября в 12.00. На сцене Дворца культуры «Губернаторский». Победители получат дипломы и призы. Вход по пригласительным билетам.